Присаживайтесь. Вам, наверное, можно здесь посидеть. Мы снимаемся в кино. Что за кино, как у меня инженера из Екатеринбурга? Рассказывайте, у вас есть возможность рассказать о себе всей планете на канале «Глобальная волна». О чем мечтаете? Мечтаем, мы сейчас путешествуем, мечтаем путешествовать еще больше. Еще больше. Вы по адресу попали. Мы как раз разрабатываем новые средства для путешествий, для перемещения. Летающие тарелки называется. Ну, правда. Очень вам пригодится. Да, абсолютно верно. Глобальная волна. Надо хоть не ковры. А можно летать... Можно... Можно воплотить в виде ковра. Технология позволяет все. Сапоги-скороходы. Вот унитаза летающего. Вы сейчас шутите, да? Нет. Вы зайдете в интернет, посмотрите, почитайте. Ну, вернетесь, когда домой, вы скажете. И это мы с ним, да. А летайте же за счет чего вы? Как? Электрические? За счет эфира, да. Вы почти угадали. А, ты поняла, да? А вы в чем образование? Инженера-проектировщики. А, вы со мной... Да, да. Вы со мной... Нет, я просто... Извини. Мы с одного института. Ваша подруга представилась. Мы когда-нибудь подошли, думали, что-то что-то другое. Нет. Нет, все понятно. Но вы же технического плана девушки. Должны понимать, что технологии во многие времена и до сих пор тормозятся. Но сегодня наступает этот период, когда они уже могут стать первенными. Все уже измертено, на самом деле. Держится, контролируется. Но есть инициаторы, которые могут вырвать их из-под сукна. Применив свои знания, открытие на каком-то предприятии и сделать это для народа. 21 век. Так, мы сейчас на вас можем провести небольшое социологическое исследование, замер. Представьте себе, что вы садитесь в микроавтобус. И там необычные кресла. Такое глубокое, руки в специальные манжеты заправляются. Обувь вы тоже снимаете в специальные, ну, вставляете, чтобы массажные манжеты могли массировать ноги. Такое профессиональное, дорогое массажное кресло. Вы полу так откидываетесь, путешествуете, ну, из точки в точку, получая услугу в виде массажа, профессионального массажного кресла. Вы заинтересованы в такой услуге, как потребитель? Это было бы хорошо, такое потребительство, такого смогу? Я думаю, что да. Я думаю, что да. У нас такая работа, постоянно спина болит. Подожди, подожди. Смотри, что это? Что это? Смотрите, прилетело. Машка, полношка, 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 полношка. Так высоко. А мы здесь ни птички не видим, ни животного, никакого. А тут такое счастье. А пускай на меня сидит, давайте обратно. А можно на вас сидит, не надо. Очень хорошо. Живая брошка. Все, сиди. В общем, такое такси вам понравилось бы. Конечно, да. Скажите, а вот микроавтобус, в нем есть свободная пространство. И в мини-баре, в холодильнике есть, например, бананы, яблоки. И можно сделать апельсин, свежевыжатый сок. Смузи можно сделать, да? Можно, например, смузи. Да, и водитель после каждой поездки там все приводит в порядок. И дальше спецзаказ. Это было бы вам лично иметь возможность потребить такую услуги? Ну, мы сейчас фантазируем. Едете в машине такие, раз, и смузи приготовилось такое. А знаете, мы о чем мечтали сегодня, когда мы шли? Или в такси об этом не думаю. О чем мечтали вы просто? Мы сегодня шли, ноги устали, было очень сильно жарко, хотелось пить. И я почему-то такая идея. Вот где-то в Японии вроде бы есть такая услуга. Просто вы заходите в здание, и там есть... Массаж ног. Не массаж ног, вот именно поспать. Капсулы для сна. Часи, капсулы для сна. Капсульный отель. Да, это супер. Почему у нас здесь договорились? Мы хотим у себя построить. Вы готовы к нам приезжать? Как именно отель, если мы его сделаем? Только, чтобы он был не посуточный, а именно по часовой. Вот буквально часика не хватает. Именно часик поставить. Для путешественников это супер вообще. Это просто вот отдохнул, там кондиционер работает. Все, поспал и дальше путешествует. В центре или на окраине? Вот как это должно быть? Ну, это вот именно, видимо... Вот мы были на Лужниках, то есть это... И хотели... А, ну это все-таки центральная часть. Да, это все-таки центральная. Да, центральная. Потому что, если путешествуют люди, хочется посетить именно такие... Подсказываю. На Павелецкой есть капсульный отель. На 100 капсул. Павелецкая. Да? Набрать в интернете капсульный отель Павелецкая. И это самый сейчас... Самый... Только что запутившийся перед чемпионатом отель. Хорошо, вы можете посмотреть. Так, по часовам, по часам или нет, не могу сказать. Но, наверное, там на ночь что-то рублей 800 или 900. Не, нам на ночь-то неинтересно. То есть это больше не на ночь такие вещи. А вот именно когда ходишь, немножко так подустал, а вдруг полчасика-часик передохнуть, полежать... Ну, это заказать такси и поспать. Это реально... Ну, если только такси... Вот, только что нам предлагали такси с массажным креслом. Да, вы туда садитесь и отдыхаете. Вот одна из услуг. Вот вы сейчас подсказали, что Ария от такси... Это получается, такси просто нарезает круги, катает... А вы еще массаж делаешь и дремлешь. Вас еще и везут. Это было бы интересно. Сколько денег вы могли бы за такую услугу заплатить? Ну, час. Вас катают, массируют, вы можете подремать. Ну, кататься в такой момент, наверное, не очень хочется. Потому что хочется отдохнуть, чтобы нужно было окошечко открыть, воздух был свежий. Так он может встать на набережной реки и остановиться, открыть окно и мух отгонять от вас. Ну, наличие водителя, наверное, все равно посметило. Не, а он бы вышел из-за беда. И охранял бы. И охранял бы, не мог бы отгонять. А ему чем рулить? Ну, я говорю, ну такси встретим. Просто отдохнуть нет, это не такси. Не, смотрите. Такси это все-таки средство передвижения. У нас есть. Ты говорила, в минивэне. Да. Минивэн, который ты оснащаешь таким креслом, он уже предполагает некое пространство. В нем у тебя есть мини-бар, у тебя есть у тебя мини-музыкальный центр, как бы, да. И водитель, человек, который платит услугу, такси приедет. Мало того, вот вы сказали, вы хотели бы в центре. Такую услугу сделать в центре, она будет изначально обременена достаточно высокой ценой. Ну, аренда, конечно. Потому что цена земли... Если бы она именно часовая, то это я не думаю, что была бы прям большая сумма. Не, ну смотрите, ведь они как позиционируют себя, такие люди. Они изначально платят дорого. За то, что они получили право в этом месте сделать эту штуку. И поэтому дешевым их часовое отслуживание не будет. Они все равно накрутят свою... И желающие, идея у вас правильная. И они когда-то поймут, эти же капсульщики, да, потому что они сейчас позиционируют на ночь, как бы, да, вот никто не думал о том, что... Нет, почему? Капсульные именно посуточные, что кругосуточные меняются. Так посуточные. А оно ведь почасовое. А, почасовое, да-да-да, почасовое. Мы говорим о почасовое. Это важная вещь, потому что, ну, звучит для отеля почасовое вульгарно несколько, да? Суточное лучше в отеле. А в нормальном... Нет, ну в Москве полно отелей на час, как бы, с часовой оплатой. Полно этих услуг, как бы, да, это еще и осталось со старых времен. Ну, и спину нужно вдоль набережной делать. Вот ты шел, встал, отдохнулся. Я продолжаю поводу таксового оплаты. Эта машина позволит к вам приехать в любое место. Выбранная в лужниках, она приехала в лужники, и он отъехал в какое-то тихое место, и встал, остановился, и вышел все свои дела делать. А вы час отдыхаете, никого нет. Почему нет? Ну, если вам надо заходить за час еще иметь душ и туалет, то, конечно, в этом... Да, это не решено. Если вам надо просто тупо отдыхать, устали, в туалет можно сходить в Макдональдс, бесплатный туалет, вот. А в отеле, в этом отеле, именно режим сна может абсолютно быть. И он может быть двухместным. И одно место, и два человека могут... Ну, как люди путешествуют парами, вот вы уже две-то другие приехали, да? Вам надо вдвоем поспать, а не в однажды будут. И вы себе взяли эту машину и отдохнули. Это в виде бреда, да? Вы сейчас сделали идею, а мы ее в практическую плоскость перевели. Это вы тоже все же знаете. Ну, есть еще вариант, чтобы водитель, как бы, отделялась, получается, от нас. А, вариант перегрузки. А, насказала, напрягает 10 лет. Минимание это возможно. Можно автобусы от вас. Отделили, и все. А, и вы там арендовали кубрик, и что делать, хватит. И мы расслабляемся, чтобы нас это не напрягало. Понятно, да, девушки хотят. Или водитель женщина, например. И будет уже более комфортно, да? Просто смотри, мы сейчас говорим о формате мультивена, а есть же формат 19-местного микроавтобуса. А в нем уже реально полноценный номер. В нем может быть и мини-душ, и биотуалет, и бар, и он, ну, вот эти вот, да, домашние колеса, это трейлер, да, актеры многие снимают трейлера, но его размер, я просто думаю, почему он оптимальный размер самый. Он автобус 19-местный, грубо говоря, по размеру, и там помещается все. И двуспальная кровать тебе, и односпальные две кровати, он может быть спроектирован. Но требует, кстати, на самом деле, заказной автобус с функцией мини-отеля. Вы нам помогаете проводить сейчас мозговую штуру. Да, мы эту идею... На самом деле, вот вы, у каждого же есть смартфон, да, есть же андроиды, чем пользуетесь? Иос. Глобальная волна, аэрофастер. Как видите, эти сочетания. И вы увидите себя, вы увидите вот этот видеосюжет, который сейчас снимается, у нас не возражает. Да. Вот такие. Вот, то есть, это вот так вот, человек уже 10 лет, принимая с этим, он снимает, всякого разного рода мероприятия, повлияет ученых. Их идеи, как будто до реализации. Я просто предоставил сегодня, добавляя волне, площадку своего, он арендовал автосервис, и мы дали вам второй этаж, арендовал Бадык-студии. И вот так вот, вот таким образом сотрудничаем. А у него 10 тысяч уже, это вот по 3-4, по 6 часов он снимает. очень, снимает очень интересных людей. Можете найти радость, и социальные проекты. Я технологик, я интересуюсь, слушать вас, насколько это, и технику, и другие идеалы. Он их доходит, показывает, пытается помочь, внедрить. Поставить, поставить, он делает великое дело, на самом деле. Он в моем, я лучше помогаю, он не помогал, он, у него есть мечта, которая, которая он идет, и он, один из инструментов, это вот такая, временная фирма, он ничем не занимается, так как, дает в процессе высказать свое, свое мировоззрение, и попытаться, познакомиться, найти область людей, объединяя в мир. Они пытаются, что создать. То есть, мы, в общем, начинаем создать, как это вести, ухудни, про партию, артель, которая, вот идеальный вариант, для меня, форма сурсии, самое интересное, это славянская артель, славянская общежка, как это было у Сдаляна, когда были князья, или люди, и они жили какой-то отрицей. Потому что государство нас сегодня обездули, все перевело в огло, деньги и ничто, чтобы люди, которые зарабатывали деньги, они имели коллектив, и жили им, чтобы были защищены, мужчины защищали женщины, женщины, чтобы сенсорили мужчины. и на этом фоне, вот сейчас же в прошлом, да, мы слышали, что давайте второй объединяетесь, типа, второй уже в Антаре, что-то, как они это будут, мы не знаем, мы его же сами. Телескоп приехал. Потому что сейчас мы с Кретры будем, что в мире нигде этого не хотим делать. Дмитрий Иванович, свершилось действо. Погоды нет, зато телескоп есть. Ну, чтобы не сказали, что болтуны сорвали мероприятие. Телескоп видите? Все, мероприятие остальное. Остальное не писать. Можно помедитировать, можно провести эксперимент, провести медитацию, и возможно, что облака разойдутся. Я же сказал, попробовать заставить, или попросить всех присутствующих помолиться об этом. Помолиться. Чтобы рассосались облака, и посмотрите результат. Да. Начинайте. Начинайте медитировать. Мы сделаем это мыслями. Да. Сколько должно быть в мире? Вроде, что-то около 22. Что-то типа этого. 21,57. А кто знает? Что может быть? Ну, так судя по динамике, они и двигаются, ничего не происходит. Ветер здесь хороший, а там-то его нет. Жарко, там все крушили. Почему? Да, там пожарко, но мы так волновались. Что-то помолеет. Крушили? Да, мы посмотрели, по тугородисту, это оказались в гараже. Ага. То есть, мы успокоили. Железа не жалко. Железа не жалко. А людей, которые потеряли гаражи? Вот их жалко, конечно, материальное. Можно заработать. Ну-то понятно. И тут, как правило, как правило, эти вещи все поджигаются для того, чтобы освободили гаражи. Есть такая тенденция в Москве, надо же это снести, что-то снести уже, люди уже там уже не держат, но сейчас и не убирают еще. Вот их поджигают. Нет, хорошенькие, хорошенькие. Такие многоярусные, да? Мы просто вдвоем сели и приехали? Нет. На случай мы от работы выехали. От командировки где-то, да? Нет, это не командировка, это программа в Голландию в БМК, мы поехали в Суздаль, в Владимир, плюс там провели 4 дня и решили немножко в террасу в Москве. Весело здесь было пару недель назад. В Суздаль так же сказали. А что здесь было? Ну что, вот в Екатеринбурге же во сколько прошло матчей? А, 5 сети, 3-3, по-моему, матчей. 3, да? Я вот первый смотрел, но пустой стадион. Ну как такое будет чемпионат мира? Да, и выиграли это самое, что у нас допускали? Ну, да. Первый, Маш, я не видел, не участвовал, но просто было позорище. Такие мы тоже с этим познакомились. Девушка, она здесь 18 лет живет. Как вы не пошли на мальчик? Мы так много было. Я думаю, мы даже не смотрели по телевизору. Мы работали. Мы идем на жены заели рядом с деревом. Вот у меня когда-нибудь еще не смотрели, а не отрекли. Так, как вы идете? Ну да, спокойно. Да, проходите туда. Идите туда. Идите туда. Отлично. Да, идем. Отлично. Родилась фотомодельно. Очаровать. Ну и немножко крупных планов. Представьтесь, как вас зовут. А сколько вы? Город Анапу. Город Анапу. Вы в Москве проездом? Часто очень бываю по работе. А сюда попали в первый раз? В первый раз. Ну хорошо, смотрите на глобальной волне вот этот сюжет, он выйдет. Спасибо. Да, вам спасибо, что приняли участие. Очаровать. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы что, там свадьбуем? Обязательно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень хорошо снимаешь. Так, ну что, какие планы? Все супер. Все отлично? Дождаться затмения. Дождаться затмения. И мечта его увидеть, а может быть, не стоит. Ничего хорошего оно не предвещает, говорят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, ну сейчас, конечно, это в Камбодже, в Камбодже очень красивый храм в Сен-Рико. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И в городе, в городе существует, что в городе приезжают буквально на один или на два дня. Ну, на два, следом на два дня. Прилетают самолеты и приезжают, путешествуют, значит, по местам силы. И одно из морозняков, что люди встают в 4 утра, чтобы в 5 утра приехали перед дворцом, и когда из-за храма станет солнце. И озеро, лодки, градящее солнце, и тысячи людей, тысячи людей. Смотрят, как он может съездить. Да, как он может съездить. Смотрят на этих белых обезьян. Ну, а что ты геот? А вы сами в Москве поднимаетесь сюда? Нет, первый раз. А, вы здесь первый раз? Да, мы в Москве. Вот к этому и идет, то есть вы говорите, да? То есть ездят в Камбоджи и, получается, видите, те, кто там живут, для них это дико, потому что они видят, приезжают. Здесь аналогично? Нет, ну, а что... Вы теперь были первым разом. Нет, ну, я летал на самолете, но вот ты здесь вот на это смотришь, как на несколько летящих турмолётов. Красоты, как таковой. Ну, да, гороскоп из-за... А там ты стоишь на земле, и ты смотришь по облуждениям природы. И там каждую секунду растёт солнце, меняет свет, и там вот это всё. А здесь что? Я в своё время... Нет, может быть, в хорошую погоду встретить рассвет здесь хорошо, но должна быть тоже какая-то... Ну, тут ветер дует. Я в своё время засёк... Засёк единый эпизод. Да, здесь свежий воздух. В своё время засёк один эпизод. Вот океан идёт судно из солнца. И вот диск из солнца в коснулся воды. И как вы думаете, в какое время... Здравствуйте, мы знакомы? Он прячется. Вы будете... Я не знала, что он выбрал. А? Человек, с кем я общалась. Когда? С кем? Когда общались? Так, Иванов Юрий Николаевич прибыл уже. Так. Юрий Николаевич, давайте туда, у нас там камера. Давайте туда пройдём. Здравия желаем. Приветствую. Ну, как дела? Нормально. Лекции будет? Как? Лекции будет. Ну, а где? Здесь? Нет, не здесь. Ну, зайдём, закрытое помещение. Хорошо будет. Хорошо. Так. Ну, реку снимаю там, чего тут. Можно снимать, много чего снимать. Ну, реку снимать. Хорошо. Спасибо. 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 так дорогие зрители мы можем видеть что устанавливаются телескопы и сейчас будет аттракцион века сквозь облака мы будем смотреть на луну что состоится сегодня скажите пожалуйста что-нибудь увидим или нет удастся как вы думаете а да 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 точно точно вот видео почти открытого неба я думаю что удастся хорошо ваш оптимизм вселяют надежды хорошо спасибо а Диманск показывает прототип, работающий у него дома, собранный в тумбочке деревянной, но двигатель живой, рабочий, они приезжают к нему, снимают репортаж, приезжают инженеры, замерщики, да, двигатель имеет нечто... Замеряли не приборами, замеряли, а огромный мужик такой, дагестанец, который построил кучу заводов, станков и так далее, и он вообще-то огромный, хватает этот вал руками, а там, ну, ток, как от батарейки, образно говоря, совсем маленький ток идет, и он хватает этот вал руками и не может его остановить, то есть собранная конструкция на соплях, там вообще с огромными зазорами. Электробатарейкой питается двигатель, работает в табуретке, собранной в тумбочке деревянной, и приезжающий человек пытается... То есть минимальные затраты электроэнергии? Да. Да. Так. Итак, бедр хривохи же. Да. У нас уже, значит, пришел замер активных лектор, да, и у нас еще пришел второй. Где у нас еще один? Привет. Всем привет. Ты кто? Здравствуйте. Меня зовут Денис. Мы сегодня будем смотреть, надеюсь, если петь справится на погоду. В любом случае, на экране мы посмотрим, если в Москве не будет видно, то где-нибудь из Палермо или из других городов в онлайн-трансляции мы увидим точно затмение Луны и Марса. Сейчас мы будем организовывать лекцию. Хорошо. Давайте. Вот Юрий Николаевич пришел. Где Юрий Николаевич? Вот, идите, поздоровайтесь с Юрием Николаевичем. Вы не знакомы? Мы только по телефону. Да, давай, давай. Юрий Николаевич, решить представить Петр Кривохижин лично. Блин. Что ты порвал? Привет, привет. Поздоровайтесь, Юрий Николаевич. Посмотрите ему в глаза. Я не могу видеть, как я... Я занимаюсь женщиной любовью. Да. Еще я здороваюсь. Приветствую, да. У меня, смотри, ты мне только что порвал штаны. Я? Да. Где? Покажи. Не буду показывать. Кушать надо по низу. Вот. Значит, сейчас мы будем организовывать лекцию. Что, я один лектор? Нет, нет. Сейчас будет вон за Амир Акимов стоит лектор. Вот. И у нас сейчас будет лектор... В этот самый... Придет кибердевушка, но она придет чуть попозже. Она сейчас... Оля Левицкая. Хорошо. Хорошо, я ничего не изображу. Да. Сейчас мы будем... Сейчас мы будем проводить лекцию, скорее всего, вот здесь. Ну, с кибердевушкой. Сейчас я приглашу хозяина на счет Китая. Давай, приглашай его. Он объявит, да. Он объявит... Где он? Хорошо. Он здесь? Да, сейчас я. Скорее всего, внизу. Хорошо. Хорошо. Опаньки. Так, кто... А, тебя уже фотографируют? Да. Все? Замир Акимов. И так, дорогие друзья, кому бы и видел, мы и видим Замир Акимов. Вот он, дорогие друзья. Я уже реально добрался на самую высокую площадку в Европе. Високо-високо, Суси. Как настоящие горцы мы вот с Ярославом, дорогим. Это настоящие горцы. Это был Гималаик. Что сегодня будет? Встань сюда, чтобы выше только любовь. И сюда. Любовь была. Ворачивай. Будет только любовь. Вот так вот. Друзья, мы сегодня посмотрим на прекрасную Луну. И помечтаем о таких, я бы сказал, высокотехнологичных лунах. Вот. Высокотехнологичных лунах, которые мы вместе с Ярославом, я надеюсь, и с вами, друзья, лет через 20-30 построим. И они будут на небе. Мы будем их видеть. Это будут, ну, они будут похожи на Луну, но это уже будут сделаны нами, как творцами этих новых лун красивых. Пусть это будет называться спутником. Спутник очень красивое название. Наша русская, да? Спутник. Прямо вот так вот. Спутник, да? Поэтому я расскажу именно о такой мечте. Это моя мечта. Вы знаете, наверное, что в Ступино был сделан первый сам вот спутник, да, который был запущен. Все было сделано в Ступино. А так как я долгое время там жил, там очень мощная энергетика. И я прям... У меня были такие инсайты. Помнишь, когда ты первый раз приезжал и сказал, смотри, на этом месте будут построены строительные, промышленные небоскребы. А там будет делаться как раз именно вот такое космическое. Что-то вот, ну, действительно нового порядка. То, что будет двигать нас туда выше, в небеса. Вот. Поэтому, друзья, вы об этом скоро услышите. Я почитаю эту лекцию. Не буду все это проговаривать. Лучше уже расскажу. Да, хорошо. Тебе не холодно? Нет, вообще очень. Как раз не все. А девушка, кибер-девушка где приходит? Куда ты принесли? Свои продюсеры? Или она сама себе продюсер? Она такая девчонка, что огонь. Она сама себе продюсерирует все сделает. Оденет и разденет. И я думаю. То есть ты. Я так думаю. Хорошо. Ладно. Спасибо. Это был Замир Акимов, дорогие друзья. Итак, что у нас дальше по программе? Давайте посмотрим на мосту с этого стороны. Здесь не снимали. Надеюсь, что антенна вся забита. То есть крыша забита вся на астре. Так. Бинокль. Здесь есть бинокль такой. Можно у него смотреть. Бахунная гора. Дейхонная гора. Виталий. А вы видите что хватает сужая. Вам скажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА